Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас хочу поделиться с вами впечатлением о встрече, которая вчера состоялась в открытии. Я был на такой регулярной основе, они устраивают конференции для инвесторов. Я там вел съемку, но, к сожалению, мне запретили ее выкладывать. Встреча была о том, какие перспективы ждут рынок вообще глобальный, мировой, в частности, американский, какие перспективы у рынка российского и что делать. Сейчас я кратко расскажу, что предполагают аналитики, открытия и что делать. Итак, первое. Они говорят, что, конечно же, общий мировой рынок в большей части зависит от Америки и в Америке, что наблюдается сейчас. В предыдущий год, 2018 анализировали, до сентября где-то наблюдался очень бурный рост экономики, связанный с тем, что Трамп снизил налоги, как и обещал, и, соответственно, все росло. Но при этом Трамп, значит, начинает, во-первых, торговые какие-то войны с Китая, вводил пошлины против алюминия и так далее. То есть там индекс волатильности очень резко скакал. И что такое индекс волатильности ВИКС? Это индекс страха, грубо говоря. То есть начинает очень сильно колебаться индекс. Во-первых. Во-вторых, ставка ФРС регулярно повышалась и достаточно резко повышалась. Там на графике видно, приводили графики. И они говорят, что такие резкие повышения ставки обычно предшествуют рецессии, то есть падению достаточно сильному рынка. И начиная с октября месяца мы видели, что индекс S&P 500 рухнул. Очень здорово. Индекс S&P 500 упал на 19,8%, то есть почти на 20%. Индекс NASDAQ превысил отметку в 20%. И считается, что падение падение индекса 20% это уже рецессия. Вот. Ну, так принято. Но потом индекс S&P 500 начал потихонечку восстанавливаться и ну, отыграл сейчас большую часть своего падения. То есть они говорят, что ну, скорее всего, по прогнозам будет боковое движение, боковое движение. С Китаем, если договорятся, то, а вроде к тому все идет, вот, то, скорее всего, будет боковое движение. То есть сильного роста не будет, но и сильного падения, скорее всего, не будет. С другой стороны, если подойти, то, если посмотреть исторические данные, то каждые 6, ну, максимум 8 лет Америка уходила в рецессию. То есть был сначала подъем, 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 потом остановочка, а потом рецессия. Так вот, со времени последней рецессии прошло уже 10 лет. И все, кто занимается там волновым анализом, говорят, блин, вот рецессия прямо вот неизбежна, будет обвал и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну, то есть, вот если с этой точки зрения подходить, то, скорее всего, будет, опять же, мы находимся либо в начале рецессии, либо американцам таки удастся сдержать эту рецессию, но, по крайней мере, бурного роста уже не будет, не ожидается в течение года-двух. То есть ожидается, опять же, боковое движение. Далее, вторая часть, которая была, это что ожидает Россию. Значит, ну, первое, у России как главный фактор, они говорят, знаете, они сказали так, что, говорят, все было хорошо, в принципе, там, ну, Крым, да, там, ну, Крым как-то еще более-менее, а потом, значит, Донбасс, Донбасс Донбассом, но говорит, блин, ну, какого хрена, значит, вот этим боком надо было сбивать голландский самолет. Это, ну, вот это сильно подпортило, потому что вот тут все, вот тут уже понеслось, тут уже крышу снесло, и пошли санкции. Поэтому вот это основной фактор, и санкции, если они уже начались, то остановить их, ну, в обозримом будущем нереально. То есть санкции сейчас являются основным действующим фактором на экономику России, которые не дают развиваться, не дают развиваться международным отношениям, потому что все наши партнеры международные, они страшно боятся на то, что американцы к ним применят свои санкции, потому что они общаются с Россией. Это очень серьезно, на самом деле, как они утверждают, ну, как утверждают аналитики, и, соответственно, ну, мы уже привыкли, во-первых, к этим санкциям, да, адаптировались, но понятно, что роста особенного нет, денег ожидать особенно неоткуда. Поэтому, ну, будем мобилизовать внутренние ресурсы, но их не так много, и, соответственно, бурного роста у нас, во-первых, не будет. Второй фактор, который действует на Россию, на российский бюджет – это нефть, цены на нефть. Вот, и цены на нефть, ну, там они долго говорили про ОПЕК, значит, Иран там и так далее, такие факторы, что ОПЕК плюс решили сократить поставки для того, чтобы стабилизировать нефть, но сейчас очень-очень трудно прогнозировать, потому что есть такой фактор, появился как сланцевая нефть, которая, в общем сказать, все карты путает, там очень короткий период инвестиционный, то есть там скважины за полтора года истощаются и так далее, то есть они могут как быстро нарастить объемы, так и эти объемы достаточно быстро падают. Но вот текущий курс 60-70 долларов за баррель, он достаточно комфортный для всех, в том числе для сланцевиков, для сланцевой нефти, поэтому, скорее всего, вот уровень 60-70 долларов за баррель, они ожидают, что так и останется в течение года, что будет дальше – неизвестно. вот такой фактор. И третий фактор – рубль. По рублю что они сказали? Они сказали, что не наблюдаем вот ни одной причины, ни одного фактора, который бы говорил, что рубль будет укрепляться. Вот, ну, ни одного фактора не свидетельствует о том, что рубль будет укрепляться. Ну, в самом деле, экономического роста нет, экспорт не растет, поэтому с чего бы ему укрепляться? Ни с чего. Поэтому, ну, ожидают, что рубль скорее будет падать, пациент скорее мертв, чем жив. То есть, скорее будет падать, чем укрепляться. Ну, то есть, доллары как средства хранения достаточно актуальны. И долларовые активы, в частности. Вот. И что делать дальше? Что делать? Они говорят, что в условиях, когда боковой тренд, лучше всего ведут себя какие активы. И какие активы ведут себя, ну, лучше всего, ну, во-первых, долларовые, я уже сказал. Во-вторых, лучше всего себя ведут активы, которые ноты, структурные ноты и структурные продукты с защитой капитала. Вот, лучше всего ведут себя вот эти продукты. Вот. Особенно ноты. Почему ноты? Потому что, и там большая часть была, конечно, о нотах вот этого, этой конференции. Потому что ноты, первое, это валютный продукт. Ноты, которые предлагает открытие, например, это они в виде форма облигаций с купонным доходом, который выплачивается, но при условии там, что акции очень сильно не упадут. Вот. То есть, они очень сильно не упадут. И, ну, они рассказывали, там какой-то график приводили, что нота лучше всего, она там выше кривой находится. Там есть такая кривая, доходность, риск. Вот. И, ну, вы знаете, что чем выше вы хотите получить доходность, тем больше вы должны рисковать. Это очевидный факт. И, значит, там, соответственно, кривая зависимость доходности от риска. Значит, снизу находятся депозиты. Риск маленький, но и доходность маленькая. Чем выше, тем больше. И там вот такая пропорция, это марковец, по-моему, на Нобелевской, так сказать, премии он за это получил, за это кривую. Вот. То есть, там достаточно четкая закономерность. Так вот, ноты, они риск меньше, а доходность выше. То есть, они немножечко выбиваются из этой кривой. Но при этом за это надо платить, естественно. Чем платится? Тем, что ноты обладают очень низкой ликвидностью. То есть, нота – это такой структурный продукт, который заключается на срок. Всегда срочный продукт. Это на 2-3 года, например, да. Ну, текущие ноты, про которые я рассказывал неоднократно. Я думаю, что если вы вот там вот значочек «И» нажмете, вы увидите ссылочку на структурные ноты. Что это такое? Структурные ноты, там есть различные, но структурные ноты всегда выпускаются очень-очень крупным имитентом. Они объяснили, почему это так. Ну, то есть, какие крупные имитенты? Это крупнейшие инвестиционные банки, мировые банки. Как правило, это там «Намюра», «Коммерцбанка», «Швейцарский банк». То есть, это не наши банки. Потому что, ну, только они могут обеспечить там, то есть, нужны объемы большие достаточно. Поэтому структурные ноты, как правило, идут на валютные инструменты. Как правило, структурные ноты идут на мировом рынке. Ну, и там они доступны только квалифицированным инвесторам. Это тоже минус. И они представили одну ноту, сконструировал брокер «Открытие». Это достаточно сложно, потому что этого никто не может делать. Вот «Открытие» может делать на высокодоходные активы российские. И там, по-моему, порог входа чуть пониже. Но я не помню, там, квалифицированный инвестор требуется или нет. Я уточню. Вы увидите это в описании к видео. Требуется или нет квалифицированный инвестор. Вот. И структурные продукты защиты капитала. Там выбирается один базовый продукт. Он тоже заключается на срок, там, 2-3 года. Есть защита капитала, стопроцентная, как правило, потому что у нас люди не любят рисковать. То есть в случае падения рынка, падения базового актива, наши деньги сохраняются в рублях. Но если это актив долларовый и он вырос, то структурный продукт защиты капитала дает процент от роста актива. Ну, скажем, если актив вырос, там, на какой-то, ну, скажем, на 30 процентов, то есть коэффициент участия. Там, например, там, ну, 60, 80, 90 процентов коэффициента участия бывает, то мы получаем 60, 80 или 90 процентов от роста данного актива. Так вот, если актив долларовый, то он растет в долларах, и, соответственно, вот этот вот рост получается именно в долларах. То есть если падает сам структурный продукт защиты капитала рублевый, он мультивалютный, то есть защитная часть рублевая, а базовый актив бывает валютный. Так что если рубль упадет, то прибыль будет в валюте. Вот такие инструменты используются. Но, опять же, для того, чтобы получить прибыль, нужно, чтобы базовый актив вырос. Вот в чем дело. Но зато там не требуется статус квалифицированного инвестора и порог входа ниже. А тем, кто не может физически такие продукты купить, значит, какие отрасли будут лучше себя чувствовать, чем другие? Они говорят, что высокотехнологичные, те, которые требуют больших кредитных ресурсов, скорее всего, вряд ли будут развиваться. А вот в Америке, например, они говорят, есть вещи, от которых никуда не убежать. Это здравоохранение. Псих больницы не будут пустовать. Антидепрессанты будут пользоваться спросом. Здравоохранение. Потом области типа ЖКХ, то есть какой-то хаус-холдинг, так называемый, содержание домов и так далее. И предметы повседневного спроса, то есть там ритейл какой-то, ну а люди никуда не денутся. И также они говорят, что, в общем-то, неплохие результаты дает табачная промышленность. Потому что те, кто курит, они курят. Они продолжают курить. Компании крупнейшие, Филипп Моррис там, American Tobacco Company, по-моему там БАТ, не помню, как переводится. Эти компании сейчас вводят на рынок новые продукты, которые не оказывают такого влияния, как сигареты, так сказать, они не такие вредные. И это все, ну как бы, получает развитие. Это во-первых. Во-вторых, там уже не требуется, они накопили огромные деньги, там не требуются большие инвестиции. Поэтому это компании, которые платят большие дивиденды в районе 6% годовых в валюте, я замечу, 6% годовых в валюте. То есть это очень-очень даже выгодные вложения. Это по Америке. Ну, что по нашим компаниям, они говорят, у «Газпрома» заканчивается инвестиционная программа в этом году, вы знаете, «Северный поток-2», «Южный поток», они строятся, они будут введены в эксплуатацию. После этого больших вложений не будет. И «Газпром», буквально, они говорят, что вот позавчера было, значит, совещание, встреча с инвесторами в «Газпроме», что «Газпром» будет заниматься уже повышением капитализации компании. То есть будут повышены дивиденды, и «Газпром» должен расти. Потом «Сбербанк», они говорят, что «Сбербанк» очень активный, они молодцы все. «Сбербанк» прекрасно понимает, что банковский сектор с введением всяких, так сказать, новых технологий, он немножечко будет проседать. Поэтому «Сбербанк» очень активно продвигается в новые области. Они говорят, мы не удивимся, если скоро увидим «Сбербанк такси», «Сбертакси», «Сберавиа» и так далее. То есть, никуда он не денется. «Сбербанк» достаточно активно развивается. Ну, какие еще области? Выделялась компания «Лукойл», которая, как они говорят, что «Лукойл» повернут нужным местом к миноритариям, то есть он заботится о том, чтобы, во-первых, и дивиденды выплачивать, и байбеки для того, чтобы поддерживать курс акций. Поэтому «Лукойл» достаточно привлекательная компания для инвестиций. Кроме того, сейчас металлургические компании. Особенно «Норникель». Они говорят, «Норникель» это уже не «Норникель», а «Норпалладий», «Нормедь» и так далее. То есть там «Палладий», вы знаете, что дал бурный рост, и львиная доля дохода у «Норникеля» от «Палладия», во-первых. «Палладий» очень сильно подорожал. Потом «Алюминий». «Алюминий» есть всюду, но самая крупная компания в мире алюминиевая – это вот та самая компания «Дерипаски» и «Н-Плюс», против которой были введены санкции, но потом Трампу все настучали по голове, сказали, «Ты что, вообще, чувак? Ты что делаешь?» Потому что эти санкции больно ударили по самой Америке, потому что цены на алюминий резко выросли, и автопроизводители уже взвыли. Ну, и поэтому, в общем, как-то договорились, «Дерипаска» ушел из совета директоров. Большая часть компании «ИН-Плюс» перешла в руки американцам, и, в общем сказать, санкции были сняты. То есть, «ИН-Плюс», в общем сказать, достаточно перспективно они рассматривают, и «Норникель» тоже, «Норникель», «Нормет» и так далее, «Норпалладий». Вот, соответственно, вот такие рекомендации. Итак, вывод. Будет в основном боковой тренд в развитии. Покупайте ноты. Если у вас нет денег на ноты, покупайте вот такие акции и валютные активы. на сегодня все. С вами был Демитков Юрий. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи.